Привет, Лёшка на проводе! Сегодня обзор финансовых схем конца 2020 года. На самом деле я давно не делал обзоров финансового схематоза, и с тех пор, как были мои обзоры в этом направлении, утекло очень много воды и изменилось практически всё. Кроме этого, к этому обзору меня подтолкнули мои приятели, которые, как оказалось, абсолютно не понимают того, что происходит сейчас на финансовых рынках. А происходит то, что очень многие банки по всему миру отказываются принимать деньги из России. Либо, если ещё продолжают принимать эти деньги, то рассматривают каждый такой перевод под увеличительным стеклом. Мои приятели думают, что это по причине того, что деньги имеют некую политическую окраску и некую коррупционную составляющую. Типа от русских коррупционных денег все страхуются. На самом деле это, конечно же, новость для телевидения. Реальная ситуация, конечно же, абсолютно иная. И вот, чтобы раскрыть смысл происходящего, я и решил сделать это видео. Начнём с очень давних времён, когда бизнесмены накапливали на своём счету, своей компании, приличные деньги. И ставилась только задача, как эти деньги вывести и превратить во что-то иное. И тут на помощь им поступала офшорная схематика, которая позволяла разорвать связь между деньгами и бенефициаром компании после того, как деньги ушли в офшор и оттуда отправились уже, как абсолютно новые деньги по каким-то другим каналам, для каких-то других целей. То есть была разорвана связь между бенефициаром компании и деньгами, которые жили дальше. Причём деньги шли в разные направления. Это может быть и обналичка, это может быть и внесение в некие фонды, в некие инвестиции, в некие какие-то ещё мероприятия. Связь между денег из офшорной компании и реальным бенефициаром была нарушена. После этого, когда с офшорками стало тяжело, появились однодневки мусорной компании, которые, в принципе, выполняли ту же самую функцию разрыва связи между бенефициаром и этими деньгами после прохождения ряда помоечных компаний. К сожалению, помойки прекратили своё существование по всему миру. Раньше даже Финляндии можно было скинуть на некую однодневку и дальше распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Да что там говорить, Финляндии можно просто было снять нал. После этого нал терял имя. Эти деньги теряли имя. Теперь возникает этот вопрос, но уже в свете того, что ни офшорок, ни помоек у нас больше нет. Таким образом, деньги со счёта, где аккумулированы большие средства, можно перевести только на белую компанию. Причём этот перевод будет везде зафиксирован. Любой человек может эту проводку посмотреть и через год, и через два, и через пять лет. Соответственно, скинуть деньги можно только на живую, реальную компанию официально по контракту. Но даже скинув эти деньги на официальную компанию, эти деньги продолжают сохранять некий след вашего имени. Даже после того, как вторая компания переводит деньги куда-то ещё, третья компания куда-то ещё, это всё не однодневки. Это всё компании, которые просуществуют долго, и это всё отслеживается долго и прозрачно. Соответственно, в принципе, глобально возникает ситуация о том, что не существует на данный момент простого варианта разорвать связь между человеком и деньгами. Именно так ставится задача на сегодняшний момент. И на помощь нам приходит такое явление, которого больше нет во всём мире. Это рынки, базары в России, где продаётся китайский, вьетнамский какой-то ещё товар за наличные деньги. Там нет безналичных расчётов, там только наличные деньги. Там аккумулируется огромная сумма наличных денег. Соответственно, эти деньги по идее, по цели, по назначению должны переводиться заводам, фабрикам, которые этот товар производят. В Китай, во Вьетнам, в Индию, куда-то ещё. То есть, мы видим такую же проблему, только со знаком минус. Наличные деньги надо куда-то переводить. И вот объединение этих двух сторон металей и дало нам сейчас рабочую схему по вращению денег в мире. Происходит это следующим образом. Если у вас есть какая-то компания в любом уголке земного шара, и там есть некая сумма денег, которую вы хотите каким-то образом потратить, но так, чтобы следов вашего имя на этих деньгах не было, то вы оплачиваете эту сумму, например, в Китай, например, на завод за продукцию, например, за транспортные услуги транспортной компании, например, за рекламные услуги рекламной компании, и так далее, и так далее, и так далее, в том числе покупка мебели для офиса. Причем все это вы переводите в Китай белой, существующей, надежной, и которая будет существовать много-много лет еще, компаний, как то завод, как то огромная транспортная компания, и так далее, и так далее, и так далее. После этого вы получаете ту сумму, о которой оговаривались, оговаривалась в Москве наличными. Причем эта сумма в Москве наличной никаким образом не связана с вашим именем. То есть вы разорвали цепочку, и деньги, которые вы получили в Москве наличкой, никаким образом с вами не связаны. Это первая часть момента. Вторая часть момента заключается в том, что, поимев абсолютно белые, если их, конечно, так можно назвать, наличные дензнаки в Москве, вы дальше можете ими распоряжаться так, как вы хотите. Вы хотите внести в акционерный капитал? Проблем нет. Вы хотите перевести на некий счет Швейцарии? В Люксембурге? Проблем нет. Вы хотите купить золото? Проблем нет. Вы хотите купить биткоин? Проблем нет. Все деньги после Москвы остаются абсолютно анонимными по отношению к вам. Скажу больше. Эта схема работает не только для россиян. Эта схема работает для всего мира. Во всем мире вариантов осталось всего один. Это именно вот этот вариант. Других способов снятия некой суммы со счета своей фирмы и разрыв связи между отправителем и получателем и деньгами возможен только через московскую схему. На самом деле есть еще одна схема. Наверное, посложнее, подороже – это Швейцария. Все остальные схемы, как то офшорки, как то Кипры, как то Англии, Голландии и так далее, не работают больше. Вот, в принципе, в двух словах о том, что мы имеем на данном этапе. Причем это не является секретом, в принципе. Пугать меня тем, что вы перешлете это видео товарищу майору, не надо. Я думаю, что товарищ майор знает все это и даже больше. И даже знает некие детали и нюансы, которых я не знаю. Но, тем не менее, смысл заключается в следующем. Превращение безналичных денег по всему миру в наличные деньги в Москве и дальше распоряжениями эти деньгами, опять же, по всему миру, так, как вы захотите. При этом деньги с вами уже никаким образом не связаны и никаким образом не могут быть отслежены. Вот поэтому, на самом деле, деньги, которые приходят из России, всегда вызывают подозрения. А не потому, что это какие-то политические вопросы или вопросы коррупции. Однако есть еще один момент, который мало еще кто знает. Кредитные карты, выпущенные российскими банками под эти деньги, являющиеся безлимитными, могут совершенно свободно использоваться по всему миру. Вот кредитные карты с эмитентами российских банков пока воспринимаются на ура, без какой-либо аллергической реакции. Ну и, соответственно, все понятно, что лимит на них может быть любой, и, соответственно, банк не будет спрашивать, откуда эти деньги произошли. Ну вот в двух словах, что сейчас происходит на финансовом рынке. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok